Всем привет! Очень много разговоров, очень много букв, слов, предложений, абзацев я читаю о так называемом прогрессив-роке. Что я могу сказать? Ничего я не могу сказать. Это чрезвычайно утомительно и абсолютно бессодержательно. Особенно меня веселит, когда говорят, это лучшая группа в проге. Что это значит? Я не понимаю, лучшая группа в проге. Я не могу себе представить музыканта, который говорит, я играю прогрессив-рок, я прогрессив-рокер. Наш следующий альбом будет записан в прогрессив-роке. Ну, равно я не могу представить себе музыканта, который вообще говорит, я рокер. Вот если человек называет себя рокером, если он говорит, я рокер, дальше можно не продолжать. То есть общаться с ним дальше можно, выпивать, ходить в кино, гулять, но слушать его музыку уже становится неинтересно. Если человек говорит, я рокер, значит он не занимается музыкой, в принципе. Ну или он просто дурак. Вы можете себе представить Яна Антерсона из Джет Ротал, да, который говорит, я рокер. Или там Питера Гэбриэла, который говорит, я рокер. Или, не знаю, Стива Хакета, который говорит, я играю прогрессивный рок. Я не могу, это невозможно. Люди играют музыку, просто музыку, которая им нравится, которая из них прет, и которая в них прет. И вот играют то, что нравится. Никто не делит вот эти вот вещи, там прогрессив-рок, не прогрессив-рок. В магазинах это делят. В магазинах расставляют по полкам, чтобы было понятно, да, там здесь сложная музыка, здесь простая музыка, здесь диско, здесь фанк, там это, это все да. Но дело в том, что так называемый прогрессив-рок это не диско, не фанк. Это просто открытие новых горизонтов. Музыканты открывают новые горизонты, новые пространства музыкальные. Вот это условно можно как-то за уши притянуть к понятию прогрессив-рок. Когда человек открывает новые музыкальные области, шагает в них и играет музыку, которая до него, может быть, где-то и была сыграна, но он ее не слышал, или он использует какие-то вещи, которые ранее не использовались, развивает их, как, например, группа King Crimson. Вот эти три альбома, которые называются цветной серией, дисциплина, бит и Three of a Perfect Pair, последний из цветной вот этой тройки, который называют светофором еще, цветные альбомы, для меня являются чистейшим образцом, если так можно выразиться, прогрессив-рока. Хотя я уже говорил, что я ненавижу все эти определения. Это действительно открытие новых пространств. И в музыке, например, этого альбома, Three of a Perfect Pair, это не то чтобы буквализировано, но сыграны эти пространства, просто это очевидно совершенно, это слышно, что это вообще что-то такое небывалое. Панорама раздвигалась и раньше в стереобазе, там все это было, но такие неожиданные штуки, как в песне Model Man, например, что вытворяет Эдриан Белю или Белу, как правильно говорят, трудно с чем-то сопоставить. Настолько это все вне привычных канонов, вне привычных представлений о рок-музыке, и в то же время это чистая рок-музыка, чистейшая просто. Ну, никак иначе это не назвать. Model Man, одна из любимейших моих песен, когда она раскрывается в какой-то момент, просто так... И Белю прекрасно поет, я уже не говорю о том, как играется все на гитарах. Ну, говорят, что это последний альбом этого состава King Crimson, после чего группа распалась. Но я могу ответить, что эти три альбома представляют собой записи King Crimson состава, который был самым крепким в истории группы King Crimson, потому что все, что было до того, до этих трех альбомов, музыканты менялись на каждом альбоме. Группа все время практически распадалась, как после первого альбома, да, собиралась, приходили другие музыканты, уходили. Кто-то уходил, кто-то приходил, все время все менялось. Здесь железный костяк, записавший три альбома подряд, разошедшийся по сольным проектам, и не прошло и десяти лет, как они вновь встретились и стали работать дальше. То есть это можно назвать самым стабильным составом группы King Crimson. Как бы это ни было многим неприятно. Я знаю, что масса людей говорят, что все, King Crimson закончился на Red, а дальше все уже пошло не то. Пошло как раз то самое, на мой взгляд. И если бы я уезжал на необитаемый остров, я бы взял с собой три альбома King Crimson. Дисциплина, бит и срыва, Tfqp. Ну, тут, собственно, заглавная песня. Адский риф Эдрияна Белью, который был придуман давно им, и он его впендюрил в эту песню, развил. И опять-таки, очень много разговоров о том, и написано очень много о том, что музыканты боялись Роберта Фриппа здесь очень. Фрипп диктаторски ставил условия. Не ту нотку возьмешь, тебя сразу выгонят. Но, с другой стороны, Роберт Фрипп говорил о том, когда его спросили, как вы сочиняете песни в группе King Crimson, он говорил, что музыканты приносят материал, играют, показывают в студии или на базе. Ну, как правило, в студию сразу, наверное. И мы вместе это слушаем, вместе я предлагаю что-то, все предлагают что-то, потом мы все это складываем, и получается песня. И здесь это настолько очевидно, потому что такое количество работы здесь сделал Эдриан Бельвилл, такое количество работы сделал и Тони Левин, и Билл Бруфорд, и Фрипп. Тут всех поровну. Здесь нет какого-то такого... Я не слышу здесь диктата такого, как в любимейшей моей группе Джет Ратал, например, где, очевидно, совершенно все диктует Ян Андерсон. И хорошо, у него это получается. Это просто разные подходы. Вот эта первая песня, она сразу затягивает вот этот гитарный риф, гитарный грув с басом, с барабанами. И, как всегда, поперек идет голосовая партия, очень красивая, Бельвилл прекрасно поет, замечательно. Ну, дальше Model Man, как я уже говорил, тоже в таком же бите все идет. Никакого расползания, никакого сонного царства, все. Какой-то индустриальный такой бит постоянный, машина Бруфорд идеально здесь работает. Хотя, говорят, что Фрипп относился к нему со скепсисом. Может быть, из-за того, что он просто был очень молод, Билл Бруфорд, сравнительно с Фриппом. Хотя, не знаю, трудно сказать об отношениях музыкантов, мы ничего не знаем и не узнаем никогда. Потому что это такая тонкая вещь. Но, тем не менее, вместе они играли, вместе записали три блестящих альбома. Даже раньше еще Бруфорд давно появился. Собственно говоря, Слиплесс. Грандиозный слэп. Это такой какой-то хрестоматийный слэп Тони Левина. И невозможно себе даже вообразить, что этот самый человек играл с Джоном Ленноном на пластинке Double Fantasy. Это какой-то другой роботизированный киборг, который пришел с бас-гитарой и выдал такой метрономный слэп адский, на котором все это и построено. И опять-таки лирическая часть Эдриана Белье в середине. Все равно, как бы ни качал Бруфорд с Левиным, не качали ли там секцию, все равно лирическая часть Эдриана Белье, она раскрывает пространство абсолютно новое. Абсолютно нехоженные тропы доселе. Очень смешная песня Man with an open heart. Она просто смешная. Она сложная, интересная, но какая-то смешная. И полный мрак, вот этот самый нюагис, нюджис, that which passes, passes like clouds. Индонезийская музыка здесь присутствует. К моему удивлению, музыканты используют элементы индонезийской музыки, которые построены, вот эти самые индонезийские оркестры, не помню, как они называются. Они построены, они все идут от ударных, от огромного количества перкуссии, которые еще по-разному там строятся. И все остальные уже мелодические инструменты, они строятся под, ну, под барабаны, условно говоря, а не наоборот. Вот, когда барабаны строятся уже по нашей шкале. И вот здесь мы слышим совершенно непривычные ходы, которые стали уже привычными после того, как все это сыграли King Crimson. Подхватили массы групп все это дело и стали играть похожую музыку. Индастрии, привет, привет от старого King Crimson, привет из 70-х, еще немножко, хотя уже с индустриальными делами, уже с шумами, с дикими шумами. Они уже и здесь появились, эти шумы, на первой стороне альбома. Индустриальные какие-то страшные навороты, которые все сыграны на гитарах и на бас-гитаре. Честь и хвала Эдрина Белью, кудеснику звука, человеку, который из гитары выжимает еще больше, чем Роберт Фрипп, как мне кажется. Потому что звук Фриппа, он, его слышно всегда. Фриппертроника, все эти штучки, все эти аккорды, весь этот сустейн бесконечный, фирменная марка Фриппа. А то, что делает Белью с гитарой, это уму непостижимо. Каким образом он добивается вот этих скрипов, криков, пения и шумов гитарных, я не знаю. Дигми, многие ругают эту пьесу, но она настолько безумно, настолько кайфово. Местами напоминает Фрэнка Заппу и все равно с лирической частью Адриана Белью. Как ты не крути. Казалось бы, полная шизофрения, полный отрыв от всех музыкальных канонов, какая-то антимузыка, а все равно под бац, и все равно лирическая часть Белью присутствует. Как ты не крути. Полный мрак, но варнинг, но варнинг, полный мрак и ужас. Не беспокойся, мама, все будет еще хуже, чем ты можешь себе даже представить. Об этом говорит музыка, произведение Нового Олим. И Лак Стоунгас и Неспик, часть 3. Понятно уже, что это такое. Привет, опять-таки, середины 70-х. Только в индустриальном пространстве нового мира, новых технологий, новых ужасов, новых страхов и предчувствия чего-то нехорошего. Что было у всех художников того времени, и нынешнего времени, и того времени. 1984 год, да, 1990-фо, мы помним, что это такое по Орвеллу и по Дэвиду Боуи, кстати говоря. Но в 1984-м ничего такого не случилось, хотя, видимо, уже началось и случается до сих пор. Вот это все, вот этот вот кошмар, он просто не одномоментен, он так растянут во времени, и мы в нем в данный момент живем. И это нормально, Господь так распорядился, и мы живем, и в этом мире надо жить, и жить, в общем, спокойно, я считаю. Потому что все происходит так, как должно происходить. И по-другому происходить ничего не будет никогда. Но тонкие художники, к которым относятся и Роберт Фрипп, и Эдриан Белье, и все остальные музыканты, игравшие когда-либо в группе Кинг Кримсон, конечно, эту штуку чувствовали, и, конечно, об этом пели, об этом играли. Играли с тем звуком, который должен быть для той музыки и для того времени. Хотя 84-й, это же, с одной стороны, это такое, как говорят, кокаиновое веселье Дюран-Дюран и Шпандал Балет. Но это веселье тоже такое на грани фола все, потому что предчувствие перемен, оно очевидно присутствовало. В общем, на мой взгляд, это прекрасная пластинка. Жаль, что... Хотя не жаль, перерыв был достаточно длинный до следующего альбома Кинг Кримсон. А в течение этого перерыва вышло очень много записей и Бельют сольных, и Фриппа сольных, и всех остальных музыкантов в разных коллаборациях. Так что никто без дела не сидел. Все играли и записывали музыку, и она была очень кайфовой. Что значит была? Она была и есть, потому что вся она доступна, все ее можно услышать. А я беру с собой на необитаемый остров три пластинки Кинг Кримсон, дисциплина, битвы. Сли оффи-профекта, чего и вам желаю. Фух, ну, а теперь пошел пить, как и водится у нас. Пока. Фух, ну, пока.